Лас-Вегас В библиотеке имени Зощенко житель Сестрорецка Валерий Катюхин провел познавательную лекцию про Лас-Вегас. Он поделился своим опытом. Валерий Катюхин неоднократно был в этом городе и ему было что рассказать. Лас-Вегас меня больше заинтересовал не потому, что есть такое место на земле, как Лас-Вегас или какие-то европейские столицы и горные, а меня заинтересовала, когда я там был, философия Лас-Вегаса. Ну вот почему столько денег вложено вот в это? Оказалось очень просто. Когда в человечестве появилась философия, знаете, разделяя и властвуй, это была какая-то клич древних римлян, да, а здесь развлекая, расслабляй. Наша цивилизация очень сильно воздействует на человека. Психологический стресс, психологический прессинг на человека и возрастной, и профессиональный, колоссальный. Это во всех странах мира, это не где-то только в Америке или в России, везде. Люди, они примерно одинаковые. Поэтому меня Лас-Вегас именно с этой точки зрения заинтересовал как философское отношение вообще к человеку в этом городе, почему он создан. Но я как бы для себя ответил на этот вопрос, что существует философия этого города, развлечений, и существует лечебное действие этого города на любого человека. Вот я сегодня вот для тех, кто пришел, я это рассказал. Что нынче редкость, лекция была проведена не в онлайн, а в оффлайн формате. И слушателям реально было интересно. Они постоянно задавали вопросы, вступали в диалог со спикером. И, кстати, Сестроевская библиотека в этом отношении прекрасная аудитория, потому что я прихожу сюда и вижу людей, которые заинтересованы. Очень культурные люди. Это люди, которые много видели, много знают. С ними очень интересно общаться. И администрация библиотеки, вы посмотрите, какая активная позиция у администрации библиотеки. Они приглашают людей, которые просто удивительные. Допустим, та же писатель Москвина или какие-то артисты очень известные. Валерий Катюхин пообещал, что будут еще лекции, так как география его путешествий весьма обширна. Я Лиде Михайловне предложил темы, которые я могу осветить практически профессионально, поскольку я в них погружен. Лас-Вегас – это один из наименований, но точно так же Лос-Анджелес, точно так же Майами, точно так же Нью-Йорк, точно так же Сингапур, точно так же Малайзия. Это места, где я был, и я проникся чувством благодарности к этим городам, которые я видел, потому что опыт колоссальный.